Значит, любые попытки доказать, что Бог есть, они абсолютно бесплодны и бессмысленны. Любые попытки доказать, что Бога нет, они точно так же абсолютно бесплодны и бессмысленны. Ни то, ни другое логическими какими-то приемами в принципе не доказуемо. Поэтому относиться к этому нельзя на уровне рассуждения и теории. Нужно просто наблюдать и осмысливать, и нужно проверять это все на себе. Если вы действительно этим заинтересуетесь, начнете проверять эту алгоритмику, вам все будет понятно и у вас все будет работать. Вот из того, что я сейчас скажу. Эти вещи, они доступны, как правило, в большей степени технарям, людям, которые считают, что они не верят Богу. Вот если человек верит Богу, регулярно входит церковь, с ним работать гораздо сложнее. Значит, эту информацию, если я даю где-то в течение 3-4 часов, то, как правило, люди это понимают. Но вы понимаете, что лекция сегодняшняя, она у нас просто, так сказать, информативная. Я не ставлю своей целью, чтобы вы, так сказать, вышли и все поняли. Я ставлю одну цель, чтобы вы попробовали по некоторым вопросам, по некоторым проблемам, задать себе вопросы. Слушайте, а может действительно что-то здесь есть? А может действительно, если такие вопросы у вас возникнут, то дальше так сложатся обстоятельства, что вы к этой информации получите доступ. Я кое-что оставлю информацию здесь, если кто-то заинтересуется, то Александр Николаевича там что-то не поверил. Как устроено мироздание? Мироздание – это самая большая тайна, которая скрывается от человечества, и для этого работают очень большие деньги. Значит, интеллект во Вселенной, он иерархичен. И есть некие дискретные уровни, которые между собой не общаются. Вот, начинаем с нуля. Вот если мы берем ось условного интеллекта, вот так вверх, да, интеллект, то вот здесь мы отметим нулевой уровень. Это минеральная жизнь. То есть камень, асфальт, вот минералы, да, они не могут никакой информации воспринять извне и что-то сделать с собой, да, минеральные. Если вы берете следующий уровень, значит, ну, я для простоты часто и книжки своей привожу этот пример, капусту, да, вот качан капусту там, ну и цветочек любой на окошке. Вы согласитесь, что это уже не камень с точки зрения интеллекта условного, да? Ну, под интеллектом мы понимаем способность получать некую информацию извне и в соответствии с этой информацией менять свои, как бы, так сказать, какие-то параметры. Вот любое растение, оно солнышко, листочек туда, да, на окошко, если вы посадили, листочки все туда будут. Сухо, корешки поглубже, сыро, корешки повыше. Органику минеральные, что-то взяли, что-то не взяли. То есть, у растения есть возможность считывать некую информацию извне и в соответствии с этой информацией предпринимать те или иные действия, если угодно. Теперь берем следующий уровень. Животный мир, да? Вот, когда коза подходит к качну капусты и отщипывает от него листочек, то для качна капусты это вмешательство свыше, поскольку, вот, ну, как бы, вам предлагать неудобно, но я сам себе предложу на секундочку представить себя качном капусты, да? То есть, вот, есть некое восприятие мира, есть, вот, восприятие, там, влаги, воздуха, солнышка, еще чего-то. Это и все, что ты понимаешь о мире. И вдруг раз, у тебя все вроде нормально, а листочек пропал. Что? Коза, оказывается. Но у качна капусты, в принципе, не может возникнуть представлений о таком существе, как коза, потому что это с более высокого уровня организации интеллекта контакт. И вот с этого уровня этот уровень, в принципе, не познаваемый. Это свойство мироздания просто. Берем следующий уровень, человек. Ну, вот, понимаете, что человек это иной уровень восприятия мироздания, иной уровень способности мыслительной и так далее. То есть, даже если 10 собак соберутся вместе, они никогда не поймут, кто такой вы. Все равно они будут воспринимать, ну как, вот такой, кормят меня, и озон выводят, а остальное, они же, так сказать, мне и в понимании, да? Поэтому, самая главная ошибка и беда, которая доминирует в наших бессознательных уровнях психики, это то, что человек, это вот в этой иерархии, это вершина мироздания, вот мы, мол, и все, тут больше уже в интеллектуальном плане ничего невозможно. Это глубочайшее заблуждение, оно из элементарной логики, в общем, понятно, что это заблуждение. Почему? Да потому что многое из того, что происходит в мире, нам непонятно, да, как это все создано, что такое Вселенная, что такое там бесконечность и так далее, и так далее. Поэтому, значит, для любого здравомыслящего человека понятно, что над уровнем человек есть иной уровень, который называется в нашей терминологии, в нашей команде, высший разум. Ну, можно поставить знак тождества, написать «Бог», это как бы, пусть это слово вас не пугает, потому что, ну, слово это только код, важно понимать само явление. Ну, наверное, правильнее понимать все-таки высший разум, потому что Бог – это некие стереотипы, именно порочные, заложенные, умышленно заложенные в наше сознание, чтобы мы не поняли, как устроено мироздание. Так вот, этот высший разум, он выходит на связь с человеком через посланников. И вот к числу посланников принадлежали Моисей, Будда, Христос, Мухаммад. В разное время им давалась абсолютно одна и та же информация из одного и того же центра. Я, так сказать, Коран наизуис знаю, Библию вам могу процитировать в многих местах. И мы изучали это досконально и детально. То есть, если Библию очистить от тех злонамеренных искажений, которые в нее привнесены, вы знаете, что после Христа это все было, так сказать, переписано. Все, что в Библии, это уже после Никейского собора, это 325 год, через 300 лет. Но у нас же такую ахинею, что Христос – это Бог, но во время его жизни сложно это было протащить. Через 300 лет это прошло. На Никейском Вселенском соборе большинством голосов, голосованием было принято решение о том, что Христос – это Бог, Христос – это послание. И мы чрезвычайно уважительно относимся к нему, да как-то кремлевские стратегии. Мне так сказать, что вы против христианства, я говорю, извините, а что вы под христианством понимаете? Если говорить обо мне, то я просто, ну действительно, Христа боготворю настолько, насколько он того заслуживает как человек, потому что он святые вещи нес людям. Но, извините, все, что вы написали после Христа, это такое же христианство. Это как бы придумки для того, чтобы народ дурачил. Там ничего не осталось от того, что Христос говорит. Но единственное, что если вы возьмете в Библии премудрость Соломона, и возьмите книгу пророка Исаии, вот тогда вам все станет понятно. Почему все западные издания книгу пророка Соломона, пророчества Соломона выбрасывают? Да потому что там речь идет о принципиально разных богах. И там невозможно как бы совместить одно с другим. Как же так? Поэтому вот это и есть самая большая тайна. И человек только постольку может добиться счастья как бы во всех аспектах своей деятельности, если он осмыслит свое место в мироздании. Если он будет себя мыслить в центре, иметь такое яцентричное мировоззрение, вот я вокруг меня все, то у него никогда не будет получаться. Если же он будет себя воспринимать как просто часть этого мироздания, которое организовано совершенно иначе, с уровнями интеллектуальными, над ним расположенными, то он может выстроить вот этот диалог с высшим разумом. Это как бы, так сказать, отрабатывается небольшими навыками. Ну, такими несложными достаточно. Поэтому вот представления об этом, они чрезвычайно важны. Я сейчас кое-что просто поясню еще. Здесь же у нас все, а потом дальше. Значит, что такое высший разум? Бог, так сказать, как угодно назвать, да? Ну, давайте для просто упрощения, там, слово Бог напишем, но еще раз говорю, не тот Бог, о котором мы слышали всю жизнь, да? Значит, вот с этого уровня организация интеллекта дается информация через пророков. Тороков, пророков, принадлежат я вам описал, и ныне живущий пророк это Саи Баба. Информация о нем, он живет в Уттапарте в Индии, и информация о нем есть в интернете на сайте Бог.ру, как сайт называется, Бог.ру. Были такие у меня в жизни масса мистических явлений. После того, как я начал заниматься проблемой Бога, я с этой проблемой проехал именно по всему земному шару с проверкой этих проблем конкретно, чтобы понять, как мы устроим. И вот меня полгода уговаривали побывать в Индии, встретиться с Саи Бабой. Ну, как бы встретиться, как там, каждое утро, не менее 6 тысяч человек, в надежде хотя бы увидеть его там издалека, прибывая. Мне сказали, что, ну, поскольку вы носитель такой глобальной системы представления мироздания в русской цивилизации, ну, как бы связан с этой системой, не то, что я носитель, я просто к этим знаниям приобщен, что называется, не более того. У нас команда, которой просто я принадлежу, и именно поэтому владею этой информацией. Так вот, мне сказали, что вдруг произойдет какое-то чудо, и вам удастся там соприкоснуться с Саи Бабой. Мы приехали туда на 3 дня, значит, там приезжают, как правило, на месяц, вот, и 2 дня, он, в первый день он ко мне просто, ну, там, представьте, 6 тысяч человек, это примерно 4 стадиона, и вот он проходит, подошел ко мне, просто спросил, вы откуда, из Питера, и взял нас к себе, да, в первый день. На второй день опять подошел, трое из Питера, и забрал нас, и увел к себе, и мы с ним имели полуторачасовую беседу. Для толпы мы там святые, потом нас просили там, они взяли там к руке прикоснуться и прочее. Это настолько смешно, потому что мы-то все понимаем, как мир устроен, а для них это просто некая вера, некая мистика. Вот, значит, да, мы поняли, что Саи Баба действительно, он фиксирует сразу вот эти эгрегориальные связки, там, так сказать, понимает, с какой информацией мы связаны и что за этим кроется. Ну, был такой очень серьезный разговор. Так вот, я хотел что сказать о этой картине? Вот человеку каждому дана возможность напрямую связываться с Богом. Пророки существуют для того, чтобы дополнительно подпитывать информацию человека. Но для того, чтобы человек не вышел на эту связь, ему подсовываются суррогаты. Что такое церкви? Любых, как бы, так сказать, вероисповеданий. Мусульманские, христианские, буддийские и так далее. Все церкви предназначены для сокрытия истинных представлений человека о мироздании и о высшем разуме. Человек изначально от рождения тянется вот к чему-то. Он понимает, что что-то в мире, вот, ну, где-то что-то есть. Как это? Он пытается это осмыслить. И ему, а, ты хочешь вот туда? Иди ко мне. Бабки давай, и я тебе все организую. Церковь — это брокеры, которые на идее Бога делают деньги. И ничего более. Чем ближе к церкви, тем дальше от Бога. Если человек хочет действительно понять что-то в мироздании, то он это должен искать вне церкви. Когда мне говорят там, мне говорят, ну, вот, вы верующий человек, вы христианин или кто, я говорю, ну, не может быть, чтобы человек верил Богу непосредственно и при этом относил бы себя к какой-то церковной иракии. Это просто, как бы, антиподы. Это невозможно, как бы, понимать, как мир устроен, верить Богу и идти в церковь. Потому что апофеоз безбожия — это церковь. И еще Лев Толстой, который эти вещи понимал, он все это, как бы, так сказать, достаточно красочно обрисовал. У меня здесь, кстати, газета есть, которая работает Лева Толстого, поэтому вопросу приводит. Так вот, что важно понимать? В этих вопросах. Для того, чтобы человек не понял, что такое Бог, ну, я просто ту же картинку вам возьму, только предыдущую. Ему подсунуты вот эта ложная альтернатива. То есть истина в том, что есть некий высший ратун, который находится над нами, и он един для абсолютно всех живущих на Земле. И ложь состоит в том, что нет этого единого для всех живущих на Земле Бога. Вот она истина для посвященных. Так есть ли высший ратун или нет? А что для толпы? А толпу выводят вот на этот уровень. И подсок один. Это материалистический атеизм. Нет, ни Бога нет, ни посланников. Человек это вот так. Поел, поспал, на этом все закончилось. Нет, извините, мир устроен совсем не так. И душа это вовсе не какая-то мистика. Это совершенно реально, так сказать, ну вот наше тело, это местилище временное для души. Так вот, материалистический атеизм утверждает, что нет ничего, ни Бога, ни посланника, вот только весь материальный мир. А есть вторая разновидность лжи. Это идеалистический атеизм. Это подмена представлений о Боге истинном, о высшем разуме, неким суррогатом. Одним подсунуть Христа в виде Бога, вторым подсунуть Аллаха, третьим, так сказать, еще кого-то. Для чего? Да для того, чтобы сталкивать людей в войнах. Вы не найдете ни одного военного конфликта, который бы не был замешан вот на этом. У этих Аллах, у этих Христос, у этих, так сказать, гугеноты, эти католики. Для чего все это внедряется с помощью церкви? Только для того, чтобы сталкивать лупами целые народы. Что сейчас происходит на земном шаре? На земном шаре сейчас глобальное готовится столкновение России с исламским миром. Все, что делается в отдельных частях, там это маленькая разминка, маленькая прелюдия. Главное строить христианство с мусульманством по кругу. Что мы делаем? Мы показываем, что оказывается Коран, да это же наша книга, то есть если вы вчитаетесь в Коран, да там вообще нет ничего другое дела, что исторический ислам, или там все, что происходит в Чечне, это просто рядом не лежало с тем, что написано в Коране. Нельзя Коране рассуждать, там, так сказать, по каким-то картинкам на телевидении, или по каким-то слухам. Коран, для того, чтобы понять, его просто нужно взять и прочитать. Другое дело, что он подан в форме, блокированной для прямого восприятия, то есть Коран, как, так сказать, подается, в 114 суры, они так, вначале самая большая, потом покороче, потом покороче, ну, первая открывающая, самая маленькая, вторая корова, самая длинная, третья там, ну, короче, и все. А они давались Мухаммаду в иной совершенно последовательности. Такая последовательность у меня есть, если Коран читать в этой последовательности, тогда очень многое открывается. Через страницу в Коране Иисус как, абсолютно, так сказать, святой человек. Поэтому мы изучаем абсолютно все священные писания, и не видим там какой-то разницы между ними, кроме тех извращений, которые в них привнесены. Вот, если человек замыкается в одно из писаний, то, как бы, он никогда не выйдет на истинное миропонимание. Так вот, если у вас будет представление вот в таком устройстве мироздания, то молитва – это не что иное, как вот обращение мысленное человека вот к этому высшему раку. Только нужно понимать это явление. Обращаться к нему можно, там, сказать, в лесу, у речки, там, сказать, у себя в квартире, ну, то есть, где вы себя нормально ощущаете. И самое любопытное, что если вы начнете это понимать и, значит, делать это, то есть творить молитвы, то у вас молитвы-то начнут сбываться. То есть это невозможно доказать логически, но это так. Это проверено многократно всеми нашими людьми. Если вы обращаетесь с молитвой, но не с какими-то шкурными проблемами собственными, если вы видите некую несправедливость, если вы видите, что что-то не так происходит, и вы обращаетесь с молитвой, то это начинает сбываться. Что такое молитва? Это ни в коем случае не какие-то заученные бездумные экономические тексты. Это просто обычными своими словами обращение вот к этому явлению, которое нам не дано понять. Это нечто, что нами непознаваемо, как качном капусты непознаваемо казать. Но факты обращения туда, они все сбываются. Это я просто говорю из собственного опыта. И вот эта алгоритмика взаимодействия, она существует много способов ее нарушения. Но первое это вот это, когда человека в церковь загоняют, да, и там уже все. Куда выводит церковь? В церковь вас выводит на эгрегориальные уровни. Но ни в коем случае не на город. Поэтому, значит, вот эта идея, она такая основополагающая. Не понимая ее, все остальное очень сложно как бы понять и воспринять. Значит, что-то мне бы еще такое, чтобы вы действительно поняли, что за этим что-то стоит. Дело в том, что какие-то приводить личные примеры, это мало. Дело в том, что проявления высшего разума в отношении к каждому человеку, они абсолютно индивидуальны. То есть не бывает повторов. Бог это не фокусник, который входит, там, и для толпы какие-то, значит, ну, так сказать, устраивает общие, там, так сказать, спектакли. Нет. К каждому человеку это оно ровно настолько, насколько он верит и понимает это, и обращается к этому. У меня вот только что, буквально три дня назад, спор был с проектом бывшего института культуры, вот, например, от такого свойства, что человек уже немножко так понял, жизнь его заставила понять. У меня много уже ситуаций, когда он понял, как оттуда работают. Вот, он мне говорит, значит, нет, ну, я понимаю, что это есть, потому что я сам в этом убеждался, но вы зря солютизируете возможности. Он же не может дойти до каждого человека, там, и прочее, это вы зря говорите. Стоп, вот это самое страшное. Значит, очень четко нужно различать веру в Бога и веру в Богу. Это совершенно разные вещи. Вера в Бога – это тоже одна из разновидностей безбожия. Когда человек просто говорит, ну да, Бог есть, как бы, ну, а что Бог, и у него там не до меня, у него там свое, у меня свое. Значит, все это начинает работать только тогда, когда человек выходит на уровень веры в Богу. То есть, Бога, вот, в этот высший разум нужно воспринимать, как некое такое явление, которое, значит, знает все, знает все о вас, знает о вас больше, чем вы можете себе представить, и хочет вам добра. Это вот самый добрый, самый заботливый ваш человек. Бог всегда разговаривает с людьми на языке жизненных обстоятельств. Все случайности, которые с вами происходят, это как бы беседа свыше. То есть, если человек споткнулся, если он упал, если он там на машине, что-то у него произошло, нужно сесть и задуматься, а как же так? Вы, если начнете вот эти вещи, как бы, увязывать со своей жизнью, то вы поймете вот эту всю логику, кто и как с вами разговаривает. Еще раз говорю, что свыше всегда разговаривают исключительно на языке жизненных обстоятельств. Как только произошла некая случайность, нужно четко сесть и подумать. И вы тут же, если вы будете честны хотя бы перед собой, поймете, с чем связана эта случайность. И вы таким образом будете избегать нежелательных для вас событий. Ну, два слова, может, о пророках, все-таки. Вот почему в истории русской цивилизации никогда не было пророков? Вы должны понимать, что выход на уровень пророка, он очень непрост. Это мы как раз на примере Саима убедились. Путапартия, маленькая деревушка на юге Индии, аэрогромы, боинки, десятки домов. Проживание и питание в течение суток стоит доллар. На доллар все, так сказать, и питание, и желание, что выгадает питание. Чудесно не бывает. Если денег нет, откуда все это? А оказывается, нам стало понятно, что он строил некую глобальную разработку. И пророками именует тех, кто попал в эту разработку. Это четко понимал Пушкин. Вот чтобы он понимал, что это Пушкин, вы просто прочитайте Гаврилиан. Это очень маленькое произведение, за которое он был осужден. Он написал ее в 18 лет. Пушкин получал информацию свыше. Он же унаследовал по линии отца и матери и свято-русское жречество, и древнеегипетское жречество. У него получилось такое стечение на винчестере такой информации, которая позволила ему выйти с этим. Ну, фабула Гаврилиана к чему сводится? Он показывает, что Христос разыгран разными силами. И дьяволом, и Богом, и эгрегриальным уровнем. Фабула какая? Значит, Бог ему возлюбил Деву Марию, посылает Архангела Гавриила, чтобы тот как-то там подготовил, так сказать, почву. Архангел Гавриил, значит, встречается с Марией, они симпатизируют друг другу. У них, так сказать, много симпатизируют друг другу. И Дева Мария засыпает в спальне, она видит во сне Гавриила. В это время в спальню вползает змеи-искуситель, и, значит, совокупляется с ней. После этого Архангел Гавриил, значит, и только третий был Бог. И в результате появился Христос. Вот суть Гаврилианы. Пушкин очень глубоко дает помять, что любой пророк, он всегда, только тогда пророком становится, когда он выполняет и некие вот такие разработки тех, кто владеет деньгами в этой концепции. Потому что, например, деньгами владеют те, кто вот это все выстроил 3000 лет назад. И, значит, там такие строки. «С рассказом Моисея не соглашу рассказом моего. Он вымыслом хотел пленить еврея. Он важно лгал и слушали его. Бог наградил в нем слог и ум покорный». Заметьте, не просто ум, а покорство он подчеркивает. «Бог наградил в нем слог и ум покорный. Стал Моисей известный господин. Но я, поверь, историк непридворный. Не нужен мне пророка важный чин». То есть он показывает, что для того, чтобы стать пророком, нужно четко отрабатывать те команды, которые не нужны мне пророком. Но я, поверь, историк непридворный. То есть нужно быть предваренным, чтобы станешь пророком. Поэтому наши пророки, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, они по своим возможностям значительно превосходили все нам известное, но они не имели вот этот самый покорный ум.